Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 13 января, в этот день во всемирной истории. В 532 году в Константинополе произошло народное восстание Ника. В 1770 в Париже состоялась премьера комедии «Пьера Бомарше. Два друга» или «Леонский купец». В 1779 родилась принцесса Луиза Баденская, будущая супруга императора Александра I. В 1914 в США братья Райт выиграли судебный процесс о праве пользования патентом на изобретение самолета. В 1947 Иосиф Сталин подписал постановление о начале строительства в Москве знаменитых «Сталинских высоток». 13 января 532 года в Константинополе произошло народное восстание Ника. Восстание Ника стало крупнейшим народным выступлением в истории Константинополя и Византийской империи. Оно произошло в правлении императора Юстиниана Великого. При подавлении этого восстания было убито более 35 тысяч человек, а Константинополь претерпел немало разрушений. Восстание Ника было вызвано налоговым гнетом, притеснениями властей, церковной политикой Юстиниана. Император жестоко преследовал еретиков и язычников, что не устраивало многие слои населения и заставило народ объединиться и выступить против него. Восстание началось на ипподроме во время проведения гонки колесниц, когда обычная потасовка между болельщиками переросла в стихийный бунт. Болельщики еще во времена Римской империи разделились на несколько партий, различавшихся по цветам одежды, в которые выступали возницы – красные, белые, синие и зеленые. Со временем наиболее крупными и влиятельными стали две группировки – голубые – венеты и зеленые – прасины. В правлении Юстиниана венеты представляли в основном господствующий класс, тогда как за прасинов чаще всего болели городские низы. Юстиниан и его жена, императрица Феодора, благоволили венетам. 13 января 532 года на ипподроме между Венетами и Прасинами разгорелся конфликт. По приказу императора зачинщики потасовки были схвачены и казнены, после чего голубые и зеленые объединились, и начался бунт. В Константинополе развернулись уличные бои. Восставшие сожгли налоговые списки, захватили тюрьму и выпустили на свободу заключенных. В результате город был существенно разрушен. Счет убитых шел на тысячи. Бунтовщики собирались штурмовать императорский дворец. Сенатская позиция выдвинула своего кандидата на императорский трон Ипатия, племянника императора Анастасия. Во дворце началась паника. Юстиниан уже рассматривал план побега, но императрица заявила, что лучше смерть, чем побег. Приближенный императора Евнух Нарсес с помощью подкупа привлек на сторону Юстиниана большинство сенаторов, оставив восставших без их предводителей. После этого отряды правительственных войск во главе с полководцами Велизарием и Мундом внезапно напали на собравшихся на ипподроме бунтовщиков и учинили жестокую резню. Бунт был подавлен. Сенаторы, не успевшие перейти на сторону Юстиниана, были сосланы либо казнены. 13 января 1770 года в Париже состоялась премьера комедии Пьера Бомарше «Два друга» или «Леонский купец». Бомарше несколько раз переписывал комедию. До нас дошли шесть рукописей двух друзей. Пересказать двух друзей во всех подробностях невозможно. Настолько запутан сюжет пьесы. Интрига завязывается между пятью основными героями сразу в нескольких планах. Перепетии любви, на пути которой встают препятствия, переплетаются с деловыми недоразумениями. Это драма банкиров, причем банкиров добропорядочен. Благородство, чувствительность, самоотверженность героев выше всякого разумения. Герои, движимы исключительно дружбой или любовью. Каждый поочередно приносит себя в жертву, дабы спасти ближнего, опережая один другого на этом аукционе великодушия. Но под конец все внезапно разрешается в высшей степени возвышенно и весело. Чудо драматургической изобретательности в том, что нить интриги ни на минуту не ускользает от зрителя. Смешав воедино частички своей сложной мозаики, автор затем раскладывает их по местам все по одной. Это композиционное совершенство. Это безукоризненная подгонка мельчайших колесиков механизма. Это удивительное хитроумие делают чтение двух друзей на редкость увлекательным. Тем не менее, пьесу ждал оглушительный провал. Что же стало тому причиной? Бомарше вдохновился идеями Дидро, который стремился заменить живописание характеров живописанием социальных обстоятельств. В результате драматург, по выражению одного из критиков, по уши погряз в тине банковского дела, коммерции и биржи. Несмотря на очевидный талант, на словесное искусство, несмотря на все совершенство сценического механизма, два друга – это явный провал для того времени, когда жил Бомарше. Серьезный жанр привел драматурга к банкротству. Несмотря на это, под конец жизни сам Бомарше считал, что эта драма сколочена лучше всех других произведений. 13 января 1779 года родилась принцесса Луиза Баденская, будущая супруга императора Александра I. Луиза Баденская, третья дочь марграфа Карла Людвига Баденского, она появилась на свет в Германии, в Карлсруе. По приглашению императрицы Екатерины II в октябре 1792 года 13-летняя принцесса прибыла в Царское село. В мае следующего года она приняла православие под именем Великой княжны Елизаветы Алексеевны. В сентябре 1793 года состоялось бракосочетание Елизаветы со старшим внуком Екатерины II, великим князем Александром Павловичем, будущим императором Александром I. В современнице писала о Елизавете Алексеевне. Черты ее были тонкие и правильные, а овал лица безупречен. Прекрасный цвет лица не был ярок. Его бледность гармонировала с выражением, кротость Коева была чисто ангельской. Ее пепельные волосы велись вокруг шеи и на долбу. Один из придворных дал такую характеристику Елизавете Алексеевне. У нее много такта и проницательности. Она образована и продолжает учиться с удивительной легкостью. Она лучше всех русских женщин, знает язык, религию, историю и обычаи России. Она осторожна, потому что она вообще скрытна. Ей не достает славы общественной и счастья частной жизни. Став императрицей, Елизавета Алексеевна держалась на втором плане. Активной роли в политике она не играла. На эту роль с большим основанием претендовали честолюбивая сестра императора, великая княгиня Екатерина Павловна и мать Александра, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Елизавета Алексеевна отказалась от внешних почестей и блеска, уделяя много внимания делам благотворительности. С 1812 года вместо положенного на ее содержание миллиона рублей она брала из казны лишь 200 тысяч. Причем из этой суммы на туалеты и, собственно, для себя Елизавета Алексеевна оставляла всего 15 тысяч рублей в год, а все остальное употребляла на пособия нуждающимся. В 1825 году в связи с болезнью императрица выехала на юг России. В октябре того же года прибыла в Таганрог. Внезапная смерть супруга, привывшего вместе с ней, повергла Елизавету Алексеевну в состояние глубокой депрессии. Спустя несколько месяцев императрица скончалась в возрасте 47 лет, не оставив завещание. Она говорила, что не привезла с собой в Россию ничего и потому ничем распоряжаться не может. Похоронили Елизавету Алексеевну в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 13 января 1947 года Иосиф Сталин подписал постановление о начале строительства в Москве знаменитых Сталинских высоток. Сталинские высотки – это семь высотных зданий, сооруженных Москве в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века. Они должны были символизировать мощь советского народа и олицетворять город будущего. Постановление Совета министров СССР за номером 53 о строительстве в городе Москве многоэтажных зданий было издано в год 800-летия Москвы и подписано лично Сталином. Первоначальное количество высотных зданий должно было символизировать 800-летие Москвы по одной высотке на каждую сотню лет. Однако восьмая высотка так и не была построена из-за финансовых трудностей. На ее фундаменте позже была возведена гостиница «Россия». Высотные здания являются вершиной послевоенного сталинского ампира. Они должны были стать архитектурным окружением так и невозведенного Дворца Советов. Семь высоток – это главное здание Московского университета, гостиницы «Украина» и «Ленинградская», здание Министерства иностранных дел и три жилых дома на Котельнической набережной, на Кудринской площади и у Красных ворот. Самая малоэтажная из них – гостиница «Ленинградская». У нее всего 17 этажей. Самое высокое – главное здание МГУ – 36 этажей. В центральной части здания располагаются несколько факультетов – ректорат, библиотека, актовый зал, в боковых секторах – жилые помещения. Как и все высотки, здание планировалось с полной социальной инфраструктурой, то есть с кинотеатром, почтой, быткомбинатом, поликлиникой, магазинами, дабы у проживающих вообще не возникало нужды выходить наружу. Вторая по высоте гостиница – Украина. Ее высота со шпилем составляет почти 200 метров. Недавно отреставрированная гостиница ныне носит название «Рэдисон Московская». Жилой дом на Котельнической набережной мещает около 700 квартир. А кроме того – магазины, почту, кинотеатр «Иллюзион» и музей Галины Улановой. В доме на Кудринской площади поселили выдающихся работников авиапромышленности и летчиков-испытателей, а также номенклатуру Центрального комитета и Совмина. «Летопись веков» – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова